На Украине объявляют мобилизацию, так сказать, по всем фронтам. Вот теперь набирают в диванные, то есть информационные войска. Задача воевать в интернете, атаковать, точнее троллить вражеские сайты и публиковать свои исключительно правдивые статьи. Есть ли добровольцы? Узнал Стас Натанзон. Интернет войска Украины набрали 35 тысяч добровольцев. Министр информационной политики страны Юрий Стец радостно рапортует об успехах, как ее прозвали, диванной мобилизации, в отличие от мобилизации обычной. Ведь тут не надо брать автомат и рисковать на поле боя. Достаточно зайти на сайт, вот он, и вбить свой адрес электронной почты. В ответ приходит письмо с заданием. Первое, просто рассказать о диванной армии друзьям. А дальше писать комментарии, ставить лайки. В общем, создавать информационный шум. Обычно таким занимаются так называемые боты, специальные программы. Вот инструкция по их эксплуатации. Друзья, в данном видео хочу вам показать, как можно бесплатно, качественно и быстро раскрутить свою группу ВКонтакте. Дальше серия несложных манипуляций, и компьютер сам начинает переписку от имени подставного пользователя социальной сети. И советую создавать, вот, например, аккаунт Фейсбука и отложить несколько аккаунтов на месяц. Через месяц уже в них зайти, можно пару раз заходить, фотку загрузить. На Украине теперь тем же самым занимается армия реальных людей. После девальвации гривны, похоже, их труд стал дешевле – покупки специальной программы. Впрочем, пока информационные войска Украины – лишь повод для шуток в интернете. Им выдумали «Шеврон» диванной сотни самообороны, вот их окоп уютный и мягкий, а вот диванные войска на марше. В интернете это называется «троллить», то есть «высмеивать». Впрочем, и командующий информационной армии, в прошлом журналист, а ныне министр информационной политики Юристец, на Украине давно считается мастером троллинга. Вот на одном из судебных процессов он включает «мурку». Министерство информационной политики, его на Украине еще прозвали «министерством правды», было создано специально для него, ведь стец не просто политик, а давний друг Петра Порошенко. Вот будущий украинский президент на крестиных дочке главного информационного бойца страны. «Получайте, гады, вам не затроллить меня». Про такой информационный спецназ даже сняли мультфильм. «Тут комментарий про Украину. Нужно подкрепление, я один не справлюсь». Своя интернет-армия есть и у ополчения. «Мы – Киберберкут. Деятельность нашей группы направлена на разоблачение людей, которые являются волками в овечьей шкуре». «Киберберкут» специализируется на взломе правительственных сайтов и разоблачение чиновников. Не так давно они остановили работу портала «Арсения Яценюка». А ранее опубликовали секретные данные о потерях и дезертирах в украинской армии, о влиянии олигарха Коломойского на силовые структуры и многое другое. Ну а киевляне могли заметить их деятельность и на улицах города, когда «Киберберкут» взломал рекламные видеоэкраны и начал транслировать фото убитых на востоке Украины людей. Такие акции не редкость в последние годы во всем мире. В 2007-м неизвестные взломали сайт премьер-министра Эстонии и выложили на нем извинения за снос памятника советским воинам – бронзового солдата. В 2011-м в ответ на выход фильма «Невидность мусульман» началась серия кибератак на американские компании. Ответственность за них взяла исламская группировка «Кибервойны» из-за Дина Аль-Касама. В 2013-м во время волнений в Стамбуле хакеры взломали сайт премьер-министра Турции. Пойдут ли украинские информационные войска тем же путем – пока неизвестно. Сейчас Министерство информации страны больше занято борьбой с журналистами, в том числе собственными. Изгнание российских репортеров, угрозы закрытия шоу Савика Шустера, претензии к телеканалу «Интер» украинские журналисты даже запустили акцию «Стоп цензура». А вот митинг журналистов в центре Киева в конце прошлого года с требованием не создавать Министерство правды. Но, похоже, кабинету министров в условиях войны нужны не журналисты, а диванные сотни, о которых недавно спел один из харьковских рэперов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok